Что ж, я так понимаю, между вами двоими не всё гладко сейчас. Просто он такой непредсказуемый. Понимаете, я каждое утро просыпаюсь и не знаю, чего от него ждать. Просто я спонтанный, что в этом такого? То есть ты просто проявлял спонтанность, когда летом полностью испортил свадьбу Сары и Тайга. Это правда? Отпуск в Корнвуале. Полностью на смарку. Правда? Это же Корнвулл, чего ты ожидал? Он испортил бесчисленное количество моих вечеров с друзьями. Дошло до того, что я уже не могу показаться с ним на публике. Ну, может, если бы ты одевался более подобающе. Извини, шорты, в ноябре. Ну, в июне-то я не могу их носить. И что, это тоже моя вина? А помнишь, прошлый четверг, мы собирались пойти на пикник. Он заставлял меня возвращаться и переодеваться шесть раз. В итоге пришлось всё просто отменить. Да тебе просто плевать на мои мечты. Давайте держаться в рамках предвития, хорошо? Я уже устала от этого. Он обвиняет меня вообще во всём. Почему-то именно от меня зависит, будет у тебя хороший день или нет. Прими уже хоть раз личную ответственность сам за себя. Да что ты. А я боюсь летних праздников. Я просто боюсь их. Для некоторых праздники это большой стресс. И на меня вешается при этом столько ожиданий. Чего он вообще ждал? Это июньские праздничные выходные. Я ожидал, что они пройдут хорошо. Вот. Вот о чём я говорю. Рождественские праздники. Вау. От меня ожидается, что я в это время буду вести себя. Как в каких-то стереотипных голливудских фильмах. Но я не могу включаться просто по щелчку пальцев. Мне нужны условия. Атмосфера. Да он даже не попытался. А знаете, что меня больше всего беспокоит? Я постоянно слышу, как ты говоришь обо мне за моей спиной. С незнакомыми людьми. Я просто поддерживаю разговор. А его бабушка хуже всех. Слово приятного обо мне не скажет. Что бы я ни делал, она недовольна. Она и весь её сраный садоводческий клуб. Я слышу в вас много озлобленности. Она проистекает из-за нереалистичных ожиданий. Возникает напряжение, которое копится и копится, и его нужно спускать. Попробуйте сделать глубокий вдох. И по мере выдоха медленно выпустите из себя всё это напряжение. Ох, да, так лучше. Да поверить не могу, ты даже здесь... Всё нормально. Давайте вернёмся к этому через неделю. Ирландское трио Фойл Арнзенхог перевёл и озвучил Доктор Лемон. Жду ваши подписки, лайки и комменты, донаты и аплодисменты. И ДУМДАП!